Не надо думать, что путь человека к святости, да, это вот, значит, постоянно только какие-то духовные победы, и у старца Паизия на его пути духовного становления тоже были преткновения. Или вот говорит он, что однажды его старший брат, ну, у них семья многодетная была, и на фронте старшие братья служили, его старший брат, он присылает с фронта для храма два бочонка с оливковым маслом, но сам Арсений Юный, будущий старец Паизия, он не знал об этом, что тот пожертвовал, значит, храму два бочонка оливкового масла, и потом из полковой части, где служил его старший брат, приходит письмо с просьбой, чтобы вернули вот два пустых вот этих бочонка, и тут юному Арсению приходит мысль, что, наверное, его старший брат украл два бочонка, неизвестно, куда их дел, и вот теперь их ищут, и он написал гневное письмо, вот мол, как же ты так поступил, куда ты все это делал, ну, а брат совершенно спокойно пишет ему, что если хочешь узнать, где находятся эти два бочонка, то спроси у Пономаря такого-то храма, вот, и оказалось, что все это было согласовано, что это пожертвовано специально для храма, потому что люди были очень верующие в Греции в то время, и тут для Арсения это тоже стало огромным таким уроком, вот, оказывается, я надумал себе одно, а здесь было добродетель, здесь была добродетель милосердия, жертва на храм, и, говорит, вот с тех пор он старался не доверять своим помыслам.